Сум. Супермодель. Самые сильные участницы фэшн-конкурса «Супермодель» такую возможность получат. Победительница станет официальным лицом торгового центра. Участница, занявшая второе место, ведущая нашего телеканала. Ну а девушка, занявшая третье место, получит специальный приз от рекламно-продюсерского центра. За два месяца съемок девчонки прошли немало испытаний. Удивительно, но враждовать и подсыпать друг другу гвоздей в туфли наши участницы не стали. Наоборот, подружились и поддерживали друг друга. У кого-то сдавали нервы, у кого-то зашкаливали эмоции. И все же хороших и забавных моментов было гораздо больше. И вот последний рубеж. Последний тур полуфинала конкурса «Супермодель» и пять участниц. Нина Закизянова, Анастасия Редькина, Ленара Шибакова, Анна Манукян и Надежда Одинцова. От победы каждую из них отделяет всего один шаг. Девочки, привет! Я очень рада вас здесь сегодня видеть. И я вам хочу сказать о том, как нужно себя вести на фотосессиях для таких известных марок, которые здесь представлены. Сегодня участницы станут героинями модной фотосессии. Попробуют на вкус. Каково это быть рекламным лицом известного бренда? Секретами фэшн-мастерства с девушками поделилась самая титулованная красавица Мрил. Настоящая супермодель Татьяна Козуто. Фотографы, которые снимают кампейн и лукбуки, им очень нравится, когда девушка не стоит на месте, а когда действия происходят в динамике. Поэтому они не будут стоять на месте, а будут танцевать. Мы проверим, кто из них справится лучше. Первой на фотосессию отправляется Анастасия Редькина. В отборочных турах Настя покорила жюри своим остроумием и умением первоплощаться. Сегодняшний свой образ я выбирала с расчетом на то, что у моей подруги скоро день рождения. И она собирается устроить коктейльную вечеринку. Мне кажется, что голубой цвет очень подходит к моим глазам и к моему цвету волос. А бежевый очень расправляет этот образ и добавляет свежести. Девушка в таком коктейльном платье должна себя вести спокойно, весело, легко и свободно. И в этой точке она должна зависеть. Девушка в таком коктейльном платье. Следующая участница – Надежда Одинцова. За кадром Надя сдержанная и рассудительная. Но как только включается камера, девушка выплескивает целое море обаяния, перед которым сложно устоять. Сегодня я выбрала для себя наиболее такой романтический образ. Это длинный юбков пол, блузка пастельных тонов, но и украшение, что подчеркивает мне образ, яркий акцент. Мне кажется, будет не очень легко, потому что юбков пол. Она, в принципе, не солнечко, не разлетается так сильно, как мне бы хотелось. Но я буду стараться вести себя более спокойно, более свободно, чтобы показать всю ту романтику, которую несет в себе мой данный комплект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ленара Шибакова – самая серьезная участница нашего проекта. Обладательница шикарной улыбки демонстрирует ее нечасто. Ленара – любимица зрителей. В интернет-голосовании девушка набрала больше двух тысяч голосов. Мой образ универсальный, он подойдет ко всему. В нем можно выйти просто на прогулку или пойти на работу. Мне этот образ по душе, и поэтому мне в нем комфортно и удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Участвуя в нашем проекте, Нина Закизянова не сидела на месте. Например, совсем недавно стала Мисс Морел 2015. Да и в нашем проекте жюри благоволит к нежной улыбке девушке. С самого начала проекта мне достался джинсовый бренд представлять. И сегодня я решила не изменять своим традициям и выбрала джинсовый стиль. Я могу быть просто сама собой, я могу делать все, что хочу, играть как-то. В общем, в джинсовом стиле ты можешь оставаться сама собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и прямо еще прямо сделай одинаково, в смысле. Вот, да, и взгляд свой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роковая блондинка Анна Манукян одним взглядом сводит с ума не только мужскую половину съемочной группы, но и просто проходящих, но и просто проходящих мимо мужчины, но и просто проходящих мимо мужчин. Посмотрим, удастся ли ей так же легко покорить наше жюри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я решила пойти модным путем последний тренд этого сезона, данная туника. С бахромой мне очень понравилась. Мне кажется, я выгляжу модно. Я выбрала достаточно летний образ. Буду вести себя так, как посоветовал наш гуру фотосессии Таня Казато. И буду танцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сегодня выступала в роли фэшн-фотографа. Мне очень понравилось, как работали девочки. Фотографии получились очень живые, динамичные. В нашей работе очень важен контакт между фотографом и моделью. И многие понимали меня с полуслова сегодня. Очень было приятно. И в этом состоит хорошая работа модели, что она должна знать язык своего тела и свои сильные стороны. Кто из пятерых красавиц войдет в тройку финалисток? Споры и дебаты в жюри не смолкали долго. Анастасия Редькина, удивившая всех на первой фотосессии, в этот раз ожиданий не оправдала. Фотография, которая, несомненно, будет украшать семейный альбом, для обложки журнала не годится. Летящая юбка – стремительный шаг. Работа Надежды Одинцовой вызвала всеобщее одобрение жюри. Без лишних споров Надежда возглавила тройку финалисток. Следом за Надеждой туда же отправилась и фотография Анны Манукян. Глядя на ее заразительную улыбку, каждому из членов жюри захотелось улыбнуться в ответ. А вот фотографии Ленары Шибаковой и Нины Закизяновой вызвали немало споров. Обе участницы хороши и даже в чем-то похожи. Кто же из них замкнет тройку финалисток? Девчонки, вы огромные молодцы. С кем-то я уже знакома, с кем-то познакомилась впервые. Вы очень круто работали. И сегодня мы попробовали не стоять на месте, а как-то действовать в динамике. У кого-то получилось, у кого-то не очень. И вот волнительный момент для каждой из участниц. Ведь победа уже так близко. В конкурсе останется только трое из пяти. И это Надежда Одинцова, Анна Манукян и Нина Закизянова. Итак, тройка лидеров определилась. Кому из них достанется главный приз? Узнаем совсем скоро. В финале конкурса «Супермодель». Не забудьте включить телевизор в следующий четверг. Главный приз нашего конкурса – возможность стать рекламным лицом торгового центра «Сум». А значит, представлять все собранные в «Суме» марки одежды. Это около 20 актуальных российских, европейских и американских брендов, таких как «Ла Фри Паблик», «Мотиве», «Левайс», «Бенетон» и многие другие. Есть бренды как класса люкс, так и вполне доступные по цене. Со 2 апреля по 30 мая, совершив покупку в любом отделе «Сума» на сумму не меньше 5000 рублей, вы можете выиграть путевку в Турцию на двоих от турагентства «Каприз». Все подробности акции у продавцов-консультантов «Сума». Редактор субтитров А.Семкин